Большой волейбол Новосибирцы замкнули топ-4 и обе команды достаточно непросто прошли этап четвертьфинала. Казанцы в двух матчах сломили сопротивление Нижегородского АСК. Второй матч получился и вовсе затяжным в пяти партиях. Команда Алексея Вербова смогла завоевать себе путевку в полуфинал. Но локомотиву для прохода в эту стадию понадобилось аж три матча. Был повержен Белгородская команда. И теперь эти два замечательных коллектива сыграют в полуфинале и поборются за выход в финал этого сезона. Покопались мы в статистике и локомотив является таким криптонитом для казанцев в последние несколько сезонов. Конечно, многие помнят полуфинал, финалы шести прошлого сезона, где после сумасшедшей 36-матчевой победной серии команда Алексея Вербова достаточно неожиданно для многих болельщиков и специалистов уступила. Здесь уступила безоговорочно в трех партиях, хотя и в каждой из сетов была борьба. Но тогда в финал вышел локомотив. Ну а сезон назад команда еще тогда уступила в финале шести локомотивов группки, что не позволило команде еще тогда Владимира Олегна выйти в полуфинал турнира. В этом сезоне команды встречались в рамках чемпионата дважды и дважды. Команда Алексея Вербова была сильнее дома, казанцы разобрались с соперником в трех партиях. Ну а на выезде финальная игра Ильи Казаченкова помогла локомотиву довести этот матч до тайбрейка, но, к сожалению, команда Пламена Константинова там выиграть не смогла. Замечательное шоу мы сейчас наблюдаем на ваших экранах. И действительно, плей-офф это действительно шоу, таким оно и должно быть. Есть инсайды из стана железнодорожников. К сожалению, получил травму сербский диагональный Дражин Луборич, который очень неплохо провел серию с Белогорем, особенно последний его матч. Экстренно был вызван Павел Круглов из Новосибирска, ветеран отечественного волейбола. Поэтому сегодня, я думаю, в диагонали сыграет тот самый Илья Казаченков, который, на мой взгляд, является одним из открытий этого сезона. Доигровщик, который в связи с непростой ситуацией составом локомотивов встал в диагональ и очень здорово смотрится на этой позиции и является одним из лидеров чемпионата по количеству набранных очков. 450 у него и в этом сезоне. Также он является лидером команды по количеству эйсов. Их у него 56. Также сегодня нет в команде Игоря Тесевича, второго связующего. Вместо него сегодня на разминке пасовал Семен Кривиченко, который сегодня в форме полевого игрока. Но и Либера сегодня, я так понимаю, в команде Пламена Константинова. Роман Мартынюк и Алексей Родичев, который, к сожалению, также не может оправиться от травм. Давайте перейдем к стартовым составам. Локомотив сегодня будет на центре сетки королями. Дмитрий Лызик и Илья Скуркая в стартовом составе на позиции в диагонали. Илья Казаченков, связующий. Константин Абаев, породы игроков составят канадский легионер Джон Гордон Перет, который вернулся в конце сезона из Тальянской Вероны. Не все у него там получилось. И Амар Курбанов, который является уже таким железным игроком стартового состава. Главный тренер Пламент Константинов. Ну и команда Алексея Вербова в самом своем боевом составе. Пару центральных составят Дмитрий Щербинин и Артем Вольвич. Максим Михайлов в диагонали. А вот на позиции доигровщика мы видим сюрпризы. Андрей Сурмачевский сегодня появляется в стартовом составе вместе с Дмитрием Волковым. И первым либера сегодня, я так понимаю, будет Илья Федор. Наверняка многие помнят матч прошлого сезона. Было это в мае в Казани. Поэтому этот матч для Казани будет и для этих болельщиков крайне в принципе. Начинаем с подачи Дмитрия Волкова. Лучше подающий он у Казани. 53 эйса уже заработал Дмитрий в течение этого сезона. Начинает он с планера. Прилеченькая. Бортонюк и Курбанов друг другу помешали. Казаченков. Его первая атака. И открывает он счет в этом матче. Дмитрий Волков, кстати, лучший в Казани не только по количеству эйсов, но и в среднем эйсов за сет. Ну а также по количеству очков 417 и очков в среднем за сет. 4 и 5 очков в среднем за сет приносит Дмитрий Волков к франскому «Зениту». И казанцы отвечают оружием локомотива, так и первым темпом. Пожалуй, у Казани сегодня будет основная задача отвести как можно дальше Константина Абаева. По центре сетки заставить играть в края, заставить играть в 4, заставить играть во вторую зону, чтобы не столь опытный Амар Курбанов и Илья Казаченков атаковали. Вот, хороший прием, и все равно Казаченкову неудобно атаковать, и у казанцев мяч падает в котел, несвойственный мяч. Казанцев пропускает, безусловно, есть мандраж. Наверное, у казанцев он где-то в большей степени проявляется на старте этого матча. Все-таки казанцы являются фаворитами этой пары. И подача Казаченко, он справляется. Дмитрий Волков и Артем Вольвич, пока казанцы хозяин. На центре сетки, вопреки моим словам, при предъявлении пап стартового состава с Лызиком Акуркаевым. Пока казанцы хороши. Возможно, это какая-то тренерская установка, почаще поиграть первым темпом, чтобы как раз-таки блокирующих центральных железнодорожников к центру сетки привязать. Пайпы, поднимают казанцы этот мяч, феноминально сыгран в защите. Казаченков на одном блоке, и даже этот мяч Максим Михайлов почти задел. Но, к сожалению, довести его до того, чтобы доигровку своей команде обеспечить Макс не смог. 2-3, достаточно ровное начало. Пожалуй, этого мы все ожидали. И на подачу возвращается, так уж, возвращается и кромка Локомотива. Амар Курбатов на этот раз тоже очень неплохо на подачу Амар смотрится. Близко к задней линии, но, к сожалению, мяч не цепляет эту линию для болельщиков Максима, и это всего лишь аут. Очень мощно Локомотив сыграл третий матч против Белогория. Сам пламя Константинов заявлял, что, пожалуй, самый ровный по силе матч провела его команда. Соломачевский срывает свою подачу. Первое получилось вау. Очень неплохо Локомотив в том матче играл по всех компонентах. Давили подачей, ну и ничего не дали сделать лидеру Белгородской команды Нахаим Дольхадж-Дади. Посмотрим, получится ли найти управу на казанских лидеров. Уизик справляется Федоров. Поднимают казанцы этот мяч, но не самая лучшая доводка Федорова. Давайте отметим, Перин. Скидки европейские пошли. И Локомотив получает брейковое очко при счете 5-3. На моем серии у нас идет до трех побед. Команды сыграют также матч 18 апреля. Также 21 в Новосибирске. Если понадобится, еще также один матч команда проведет в Новосибирске. Пятый матч уже пройдет в Казани. И снова Вольвич. У казанцев пока первый темп работает безукоризненно. Что, наверное, является неким таким откровением. Для меня Алексей Кононов. Меняет Дмитрий Щербинина. Интересное тренерское решение. Видимо, чем-то недовольно Алексей Вербов. Не хватает высоты. Дмитрий Щербинин все-таки не самый высокий блокирующий. Чуть выше двух метров. Но Алексей Кононов почти 2-10. Майкель Кристенсен в блоке отмечается сразу не без участия Алексея Конова, который только что, кстати, вышел на площадку и сразу же помог Кристенсену закрыть своего визави, закрывая ходовое направление. Там лес рук такой вырос. Ну и, конечно, сложно было. Ну и повезло оказаться в какой-то степени, потому что мяч игрока Локомотива отскочил после блока. Здесь Вольвич увезет. Но Локомотив к этому готов. Казаченко, Вольвич, к сожалению, не смог подняться. Очень большие антропометрические данные у Артема. И сложить в такой ситуации было бы очень трудно. Я думаю, был будь на его месте Илья Федоров. Конечно, Илья этот мяч бы потащил. Абаев. Сурмачевский срывает прием. Ну и, конечно, здесь очень сложно что-либо придумать. И Вербов что-то записывает сразу после этой ошибки Андрея Сурмачевского. Давайте посмотрим еще раз на повторе. Да, технически не идеально все, конечно, Андрей исполнил. Заранее стал убирать руки до соприкосновения их с мячом. Ну и выправить ситуацию казанцы уже не смогли. Еще раз Абаев. Волков подбивает над собой. Снова выбитый прием. Сложный мяч для Дмитрия. Но здесь везет еще казанцам. Не разобрались чрезнодорожники. Кому же этот мяч брать? Мартынюк так рыбкий прыгал. До конца его не спас. И пришлось Амару Курбанову включаться в этот эпизод. Тоже не помогло. 6-7. Кристенсен. Его подача. Вставляет смертонюк. Вот. Первый темп и закрыто. У Казани Ильяс Куркаев попадает под блок Алексея Кондова. Можно сказать, что выход Кондова уже вот два очка на блоке казанцев принес на центре сетки. Безусловно, казанцы разбирали. И многие знают, что игра первым темпом. На центре сетки это, ну, пожалуй, козырь нынешнего локомотива. И очень близко, кстати, это было. Но Вербов просмотр не берет. Верин будет подавать. Хорошая плотная подача у него. Федор справляется. Сурмачевский задней линией. Важно, наверное, для Казани, чтобы Сурмачевский тоже забил. И это положительные эмоции для себя нашел. Потому что пока, на мой взгляд, Андрей немножко из игры выбивается. Помните, ошибка на подачу была. Несвойственная Андрею. Мы в приеме. Совсем недавно. Ну и вообще Андрей, пусть в команде и долго, в таких статусных матчах играет нечасто. Давайте будем откровенны. Поэтому где-то, наверное, опыта может не хватить. Оставляют, казанцы, мяч в игре. И отличный первый темп на Алексея Кондова. Я так понимаю, все ждали там Макса Михайлова за спиной. Но Кондов вылез. И с какого-то третьего этажа мяч вколачивает в площадку. 9-8. Отыграли. То небольшое вставание казанца, которое у них было на старте этого сета. И Дмитрий Волоков отправляется подавать. Хорош. Подача есть. Выбитый прием. Сложный сейчас будет. Федоров на подстраховке хорош. И это переходит в среднюю линию у Амара Курбанова. И казанцы делают очередной брейк, делая счет 10-8. И вынуждают команду Пламена Константинова, его тренерский штаб, брать первый перерыв в этом матче. Пламена Константинова, его тренерский штаб. Видели здесь? Все идем отбить. Давай, давай, давай! Ну, давайте немножко послушать, что же говорят тренеры в тайм-аутах. Константинов упоминал фамилию Сурмачевский и просил, видимо, играть чаще зону. Но Алексей Веров обратил внимание на то, что в скидке должны страховать абсолютно все игроки. Еще раз подача Волкова. На этот раз укорачивает. Курбанов не ошибается и тут заколачивает Куркаев. Но это вот та игра, которую от мотива ждут. Конечно, если так просто будет прилетать и будет хорошая доводка, Казанцы будут получать там с трехэтажной высоты и от Лызика, и от Куркаева. Поэтому Казанцам нужно, конечно, в подачу вкладываться. Вот Куркаев. Неудобно атаковать Максу. Не очень хорошая доводка. А здесь ошибаются. Федоров спасает Казанцы этот мяч. Сурмачевский будет бить. Но остается мяч в игре. Казаченков. Был рекасание блока. Да, фиксирует судья. И 10-10. Ложительно сказался тайм-аут на игроках Куркаева. Кстати, не представили мы судьи сегодняшней игры. Давайте исправим эту небольшую обложность. Алексей Пашкевич Москва. Первый судья. Второй же Константин Гусев. Санкт-Петербург. Такой у нас был. Такая у нас судейская бригада основных судей. И снова Куркаев. Последний матч плей-офф, который был в финале шести. Тот глуполучный. Он подавал просто какую-то сумасшедшую подачу. А пока Сурмачевский очередные очки приносит для себя и для своей команды. Кстати, немножко покопались мы в истории. Такой интересный факт. Последняя серия плей-офф, которую играли казанцы, была против геймерского Кузбасса в сезоне 18-19. И тогда казанцы два матча дома проиграли. Выиграли один в Кемерово. Четвертый матч проиграли. И та команда стала чемпионом России. Если помните, команда Томаса Самильвов с Полетаевым, с Подлесных и так далее. Казаченко спасает казанцы мяч. Затяжной розыгрыш. Михайлов выигрывает сложнейший мяч. Казалось, Волков ему не самую удобную передачу отдает. Достаточно близко она была к сетке. Но Михайлов выкрутился. Но это опыт 35-летнего Максима Михайлова. Команде сейчас Казани помог. Заченков снова не забивает. Сумачевский должен этот мяч спасать. И, по-моему, сделал это не по правилам. Абайф так отмахнулся от мяча. Давайте отметим, пока Казаченко в последней. Вот несколько розыгрышей достучать до пола не может. Посмотрим, что на подачу сможет Илья показать. Подача хорошая. Но и Сурмачевский практически идеально доводит. Михайлов практически на чистой сетке. И Курбанов вылетал закрывать линию. Лизик не успевает. И Макс просто в ходовое направление закрывает этот розыгрыш. Браво, Майка Крисенсен. Браво, Макс Михайлов. Выбивает из приема Амара Курбанова Максим Михайлов. И Курбанов ошибается на тройном блоке. Рисковал, безусловно, Амар. И Казанцы уже имеют преимущество в плюс три. В середине этого сета. Самое крупное преимущество, которое имели команды в этой партии. Снова по линии, снова в Курбанова. Снова не идеально. Казаченко закрывает его Вольвича Фурмачевский. И, я так думаю, Плавин Константинов очередной тайм-аут сейчас возьмет. Что и происходит. Давайте послушаем, что у нас происходит в стане железнодорожников. Игра у команды Плавина Константинового. Последний розыгрыш никак не может стабилизироваться. Плавина Константинового. Это спорт решает, как плачет немножко. Нам будет прореживать. Потому что у нас на Мюзи. И там проходи просто. Метер больше есть. Сама мать. На этом весе. Давай, 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 Волвич! Ну что ж, возвращается команда Трафлекс. Вообще, очень такие спортивные выходные, получается, у Казани. Вчера сыграл свой матч с Новым Днем Казанский Рубин. Сегодня также днем баскетбольный клуб «Уникс» проводил свой матч полуфинала Лиги ВТБ. Сегодня играет Казанский «Зенит». Ну а завтра Акбар в финале Конфинальной Хоккейной Лиги. В общем, такая очень спортивная весна в Казани. Лызик чуть ли не первый раз заколачивает мяч в третьей зоне. Пока главное оружие локомотива, так скажем, истреливает не всегда, достаточно редко. Наверное, здесь большая застока и казанцев. Отводят они обаева центре сетки. Остается мяч в игре. Еще одна обигравка у Казани. Снова Михайлов. И на этот раз Макс попадает по рукам. Очень огромный технический арсенал имеет в рукаве, так скажем, Максим Михайлов. И по рукам. Может ударить и по линии, и ходовое направление. Какие скидки делает Макс? Надо еще поучиться. Великий игрок. Я думаю, здесь со мной мало кто может поспорить. Лызик. Снова на центре сетки. На этот раз не так легко получилось пройти через Артема Вольвича. Но все-таки мяч, как говорят волейболисты, прошел под кожей. Между волейболистом, стоящим блоком и сеткой. Пока эти злополучные плюс 3 для локомотива сохраняются. Но шансы отыграться, безусловно, еще есть. Их много. Хорошая подача Лызика. Михайлов. Какая же скидка. Тире такой накол, накат. Может быть, даже кто-то скажет, что это бросок. Но движение было такое очень отрывистое. Поэтому, я думаю, никаких вопросов судя быть не может здесь. Вольвич. Его планер. Он же выиграет жертвой. Курбанова. Казаченков на одном блоке. И ошибается Илья. Не попадает ни в площадку, ни по рукам Дмитрия Волкова. И счет становится для локомотива уже крайне-крайне неприятным. 18-13. Ой-ой-ой. Дмитрий Волков один в один. Илью Казаченкова останавливает. Ну что, можем, наверное, констатировать, что в первой партии пока Казаченков себя проявить никак не может. Один в один. Дмитрий Волков закрывает Илью Казаченкова, диагонального. Ну и вот Павел Круглов. Опытнейший диагональный. Большую часть карьеры, которая прошла в московском «Динамо». Но давно уже играется локомотив. Смотрим, как у него сложится этот матч. Но, безусловно, конечно, потеря Дражина Лугурича. Это большая потеря для локомотива. И вообще, весь сезон для локомотива складывается таким образом, что постоянно латают дыры в составе пламени Константинов. Нет возможности выпустить ни Сергея Савина, ни Алексея Родичева. Хорошая подача от Константина Абаева. Дмитрий Волков ошибается в приеме. Но главное, казанцам сейчас тоже не расслабиться. Вчера, кстати, в первой полуфинальной в паре, как сказать, в первой, в другой, параллельной, где московская «Динамо» Константина Брянского играет с питерским «Зенитом». Состоялся целый матч-триллер. Москвичи были сильнее в пятой партии. Курбанов. Отличное решение. Рискнул. Решение было абсолютно правильным, но есть одно «но». Алексей Игорь Чвербов что-то там увидел. Какое-то нарушение правил и, видимо, попросил взять просмотр. На мой взгляд, будет он смотреть заступ при атаке задней линии. Видеозапрос, я думаю, мы увидим. И посмотрим, насколько был прав Алексей Вермов. Оказалось, как будто после таких отличных розыгрышей и преимуществов плюс пять немножко подстали. Подстали. Натягивается у нас немножко видеозапрос. Смотрят. Пока смотрят. Хорошая пауза. Я думаю, нужна она в первую очередь локомотиву. Немножко так спить был Казанцев. Хотя, опять-таки, последние несколько розыгрышей Казанцы наошибаются чуть-чуть. Началось все так с ошибки Дмитрия Волкова. Что здесь? Мяч отдают локомотиву. Давайте посмотрим, что здесь было. Что смотрели? Сложно мне здесь как-то что-то комментировать. Сложно мне понять, что вообще смотрели. Заступ линии. А вот еще одна замена. Сэм Деруу. Выходит на заднюю линию. Тут какое-то повреждение есть у Сэма. Не знаю я инсайдов по этому поводу. Ошибается Казатин Абаев. Не вовремя, так прямо скажем. Сэм Деруу пришел в каждом этом сезоне. Пришел с небольшой травмой. Долечивался, восстанавливался. В середине сезона очень здорово выглядел. Закрывает Куркаева Конанав. Еще одна атака Круглова. Есть казанский блок. И Ольтаматив как-то не старался. К сожалению, этот мяч поднять не смог. И отмечаем выход. Очень позитивный Алексей Конного. Уже не первый раз он оказывается в гуще событий, где казанцы зарабатывают очки. И вот он. Оставляет казанцы мяч в игре. Деруу на Волкова. Красиво могло бы быть, но это чуть ли, по-моему, не первый результативный блок новосибирской команды в этом первом сете. Как-то не припокрит. Я больше. Красиво было, но прочитали. Банкеры, шелкомативы, замыслы, дыру. Сложная подача. Кур справляется. Не сбивает Волков. Курбанов на чистой сетке. И Кристинсон не поднимает этот мяч. И сокращается отрыв так потихонечку. 21-18. Переходим мы в решающую пазу этого первого сета. И Волков успокоит свою команду. Берет первый свой тайм-аут. В этой партии. Давайте посмотрим. Давайте с вами с вами поаплодируем. Лучшие вылечились. Да, Евгений прямо сейчас находится на этой пункте. Мы уже пошли. Великолепно. Вместе с нами мы уже сейчас. Нужная минута. Нужная подержится. И она, как и вы, и люди обвалили за нашу любимую команду. Поддержим любимую команду. В Fauci. Снаг рецептion is a good рецептion. Вы прям normal. Вы прям high ball. В Oh. Доброе утро. И сейчас. Верс, Си- hal. Думы. Думы. хорошая подача справляется Федоров Волков достанет этот мяч Мартынюк может атака будет? Нет все-таки атаки не будет будет атака у касанцев снова Волков а что здесь? а здесь было по-моему касание сетки как понимаю у игроков автоматива и возвращается Сурмачевский на переднюю линию может действительно какая-то травма не позволяющая дыру в полной мере играть на передней линии, атаковать а вот на задней болезни вот и эйс от Дмитрия Волкова заставляет он взорваться в казанский центр волейбола еще и преимущество казанцев снова составляет 5 очков 23-18 весь оба казанцы и этот мяч подняли чудес конечно не бывает 23-19 нужно сейчас локомотиву что-то из ряда вон выходящего на подачу придумывать и Илья Скуркаев как раз для этой задачи в зону исполнения подачи и отправляет есть хороший прием от Федорова Сурмачевский скидка и как же Сурмачевский все увидел зарабатывает казанцы сетбол благодаря накату Сурмачевского прямо в котел никто из новосибирцев не пошел этот мяч страховать я казанцы достаточно уверен смотрится в крайней мере в этом первом сайте хорошая передача Константина Абаева давайте отметим снизу за голову ну и Казаченков как последний такой вариант спасти эту партию попробовать зацепиться почему бы нет Казаченков один из лучших на подачу в этой команде давайте посмотрим подбивает над собой Сурмачевский изо всех сил не получается пробить блок новосибирцев еще одна но это близко но Сурмачевского все равно продавливает этот мяч и команда Алексея Вербова выигрывает первую партию не просто 25-22 но в какой-то момент казанцы оторвались и уже сопернику догнать себя не позволили 25-20 именно с таким счетом завершается первый сет этого первого матча полуфинальной серии нас ждет увлекательный сет второй третий а дальше посмотрим никуда не уходите не просто не просто как и не тянет и уходите и уходите а не дядя не просто все измельчат получили и глядя и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА